Ой, мамочки, что это я? Наверняка, это медсестра к детям пошла. Уважаемая, вы по какому вопросу? Что здесь происходит? У нас по плану урок. Здрасте, милочка. У вас по плану урок, а у меня прививки. Так в чем проблема? Давайте быстренько коль-коль и на выход. У нас сложная тема. Я бы не против, но вы полюбуйтесь на этих храбрецов. Никто не хочет быть первым. Никто вообще не хочет. Ни первым, ни вторым, ни последним. А вас кто спрашивает? Прививки дело обязательное и обсуждению не подлежит. А мы не согласны. Звоните родителям. Они нам не разрешают. Родителям вашим? Я уже звонила. И они дали согласие. Поэтому готовьте свои места для уколов. Дети, ну в самом деле, что за детский сад? Вы уже взрослые, боитесь каких-то уколчиков. Смешно, честная салона. Дорогуша, давайте я на вашем примере всем покажу, что это совершенно не страшно. Нет, 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 нет. Я, пожалуй, воздержусь. Что значит воздержусь? Я пришла делать прививки не только детям, но и учителям. Снимайте колготки. Даже не пытайтесь. От меня не спрячешься. Это наш шанс. Бежим. А это уже чересчур. Детки, не бойтесь, это совсем не больно. Выходите. За каждый уколчик положена шоколадка. А что за шоколадки? Ксюша. Надеюсь, она не услышала. Пожалуй, начнем со взрослых. Где же нам спрятаться? И кто закрыл входную дверь? Кто, кто? Наверное, медсестра это. Походу, мы попали. Слушайте, а что мы как маленькие дети? Это же всего-навсего безобидный уколчик. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Как же больно! Безобидный, говоришь, мамочки. Так, рано сдаваться. У нас еще есть время спрятаться. А вот и остальные! Ну и долго я буду за вами бегать? Миссис Медсестра, мы вообще не из их класса. Да-да, так что их забирайте на уколы, а мы тут посидим в своей очереди подождем. Клятый крыса! А что такого? Вам положена прививка, вы получаете. Делать мне нечего, искать вас потом по всей школе. Не прокатило. Так, ладно, приступим. Маша, иди сюда. А почему сразу Маша? Я и так всегда первая. На уроках отвечать первая, в класс прихожу первая. Я не хочу. Я, может, устала. Маша, давай не выпендривайся. Мама сказала, иди сюда. Значит, иди сюда. Что? Мне послышалось? Лиля Валерьевна? А что вас так... Вас так удивляет. Каждый зарабатывает как может. И ты готова уколоть непонятно что собственной дочери? Почему же непонятно что? Не милей чушь. Я от тебя такого не ожидала. И знаешь что? Я не дам себе сбоя. Маша, вернись немедленно. Ой, я и дома вколю. А вы готовьте ваши попы. Фух, устала уже. А почему не руки? Господи. Сколько лишних вопросов, суеты, сопротивления. Вы же не спрашиваете, почему капли в нос в спину втирают? Все, отставить разговорчики. Ника, хватит там трястись. Иди сюда. А где мой чемоданчик? Там же все медикаменты. Шприцы, в конце концов. Так, немедленно признавайтесь. Сейчас же. Кто это сделал? Имейте в виду, что я могу так вколоть укол, что пятая точка месяц болеть будет. Телек будете стоя смотреть. Вам нас не запугать. А нет чемоданчика, нет прививок. Вы думаете, я на вас праву не найду? Ха! Алло, у нас ЧП. Операция Комарик под угрозой. Ой, вы что натворили? Ничего, мы спасаемся как можем. Пока она будет решать этот вопрос, мы уже домой разойдемся. Надеюсь. А шоколадки будут? Какие шоколадки? Мне ничего не давали. Вот черт. Везде обман. Слушайте, девочки, у меня есть план. Подхватывайте. Нет прививка! 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 Да ткнитесь вы! Короче, я только что послушала разговор моей мамы с училкой. И знаете что? Это был единственный чемоданчик. Так что мы победили. Ура! Супер! А Лилия Валерьевна еще и голову оторвут за то, что она все профукала. Так ей и надо. Будет знать, как над детьми издеваться. Но она же не из-за денег. Работа такая. Еще и за деньги издеваться хотела. Фу, такой быть. Слушайте, девчонки, предлагаю нашу победу как-то отметить. Как насчет пирожных? Отличная идея. Погнали. Выйдите, я догоню. Блин, бедная моя мамочка. Не хочу, чтобы ей голову оторвали. Нужно выяснить, куда делся этот чемоданчик. Лиля Валерьевна, ну хватит. Ну, успокойтесь. Ну, ничего такого не произошло. Ага, это вы так считаете. О, господи, за что мне все это? Маш, ну что за срочность? Сейчас Ника и Лиза сидят на бережные, потому что у них, видите, ли снова нет денег. Прикинь, уже целую неделю ходят со мной в буфет, ничего себе не покупают, тупо садятся и пялятся на то, как я ем. Ее близо, бутся. Соня, а можно вопрос? Ну да, в целом они неплохие люди. Соня, да я не про Нику и Лизу. А про что? А куда вы спрятали мамин чемоданчик? Его Ника с Лизой съели. Шучу. В кабинете у директора. А тебе зачем эта инфа? Да так, просто... Ой, слышала? Что? Звук такой, будто кто-то кусает пирожное. Этого я и боялась. Все-таки правду говорят, сытый голодному не товарищ. Моей карьере конец. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не драматизируйте. До врача вам все равно не дорасти. Мамочка, вот твой чемоданчик. Только не плачь. Доченька, а где ты его нашла? Впрочем, не важно. Спасибо тебе большое, золото моё. Маня, ты хорошая. Ну все, все, хватит. А что здесь происходит? Маша, ты предала нас. И наши убеждения, и наши попы. Девочки, ну это все-таки моя мама. На этой прекрасной ноте я покидаю вас. Пойду чайку попью, а вы тут развлекайтесь. Ну что, с кого начнем? Пойду чайку. Пойду. Редактор субтитров А.Семкин